Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки и мои уважаемые подписчики! Сегодня я хочу вас немного развеселить, а то все время рассказываю вам всякие серьезные вещи, то про критерии рок-музыки, то про принципы поэтического творчества, то рецензии всякие делаю на спектакли и концерты, то серьезные стихи вам читаю, то проблемные темы в песнях своих затрагиваю. Поэтому я решил сделать перерыв в этой серьезности и сегодня буду рассказывать одну веселую историю и вам, мои уважаемые подписчики, и всяким виртуозным гитаристам, хэви-метал-попса-шансонщикам и их поклонникам, которые постоянно гневно критикуют и осуждают и меня, и мою музыку, и мои стихи, которые на всех углах кричат, что я обманщик, что корчу из себя профессионала, хвастаюсь перед всеми, что виртуозно владею инструментом, а сам вообще не умею играть на гитаре, потому что, по их мнению, я то не так ее держу, то не так дергаю струны, то очень медленно играю, поэтому я вообще не достоин не то, что называть себя рок-музыкантом, а даже в руках держать такие гитары, которые собираю в своей коллекции. Они твердо убеждены, что я притворяюсь гитаристам, и что они поймали меня за изделия Фаберже, улечив в незнании гитарных тонкостей. А чтобы окончательно загнать меня в угол, они постоянно вызывают меня на бескомпромиссные гитарные батлы. Им кажется, что там уже, на этих батлах, они наконец-то выведут меня на чистую воду и заклеймят несмываемым позором на всю оставшуюся жизнь. Поэтому, для начала, перед рассказом этой забавной истории, мне придется сильно огорчить рвущихся в бой отважных воинов за гитарное счастье. Причем огорчить их четырежды. Во-первых, мужики, я никому и ничего не собираюсь доказывать. За меня это делает моя музыка и поэзия. Поэтому батлы вы будете устраивать между собой и там доказывать друг другу, у кого длиннее и виртуознее руки и прочие органы. Во-вторых, друзья, я как человек, имеющий некоторое отношение к науке, привык использовать цитаты в своей работе и делать точные ссылки на них. Поэтому и вас попрошу, если вам не трудно, приведите мне цитаты с моим бахвальством, а то, может быть, я что-то запамятовал. В-третьих, граждане виртуозы, хайпануть на моем имени у вас не получится. Понимаю, что очень хочется, хоть ненадолго, побыть в лучах славы восходящей звезды рок-н-ролла. Но этот номер у вас не прокатит. Не по сеньке, как говорится, шапка, с самим Волощуком СД в одном кадре дефилировать и потом рассказывать об этом своим внукам, как о главном событии в своей жизни. А в-четвертых, дорогие товарищи, я кое-что всем вам напомню. Я уже не раз об этом открыто говорил, но, видать, подзабывается у вас все очень быстро. Ну или вы вслушиваетесь плохо в мои слова. Все думайте о своем, о девичьем, о грядущей славе, богатстве и толпах поклонниц. Да и новые очередные мутанты подходят и вызывают меня на жестокие гитарные батлы. А я же вам, мужики, по-хорошему, по-доброму, как нормальным людям, много раз рассказывал и про Оззи Осборна, и про Мика Джаггера, которые не играют на гитарах, а только микрофоны в руках держат, но создают потрясающую рок-музыку. Но до вас, до виртуозов, смотрю, не доходит, к чему я это говорил. Тогда я еще раз и вам, и вашим вновь прибывшим коллегам объясню, что для того, чтобы создавать прекрасную рок-музыку, у этих великих рок-музыкантов есть в коллективах потрясающие гитаристы. У Оззи Осборна есть виртуозный Зак Уайлд, а у Мика Джаггера не менее виртуозный Кит Ричардс. Но если вы и сейчас не поняли, к чему я это вам в очередной раз рассказал, то тогда я еще раз всем вам поведаю, кто я такой. Думаю, что сейчас, когда я уже целый год нахожусь на арене нашего рок-цирка, вы уже все знаете о моем существовании. Поэтому надеюсь, что сейчас уже и услышите все, включая вновь подтянувшихся к вашей когорте очередных виртуозов. И мне уже не нужно будет в дальнейшем повторяться. Да и вы все будете знать обо мне из первых уст. И уже со знанием дела будете обрушивать на меня свой гитарно-виртуозный гнев. Поэтому, мои юные друзья, рассаживайтесь поудобнее и я расскажу вам одну увлекательную сказочку. В 39-м царстве, в 30-м государстве под названием Советский Союз жил-был Волощук СД. И учился он в музыкальной школе по классу баяна. А еще он пел в хоре и играл в оркестре на трубе. Таким образом, он практически осваивал и пение, и технику игры на различных инструментах. А когда он услышал рок-музыку в исполнении группы Битлз, то сразу же полюбил и рок-музыку, и саму группу Битлз. И стал учиться играть на ударной установке. А когда ему исполнилось уже 16 лет, то он стал барабанщиком в рок-группе. Там сзади слышно меня хорошо? БА-РА-БА-Н-ЧИ-КОМ! Не гитаристом, а именно барабанщиком. Тем не менее, играя в группе несколько лет, где постоянно требуется взаимозаменяемость, он неплохо научился играть и на гитаре, как ритм-гитарист, и на басу. Не виртуозно, но неплохо. И вот сейчас, 40 лет спустя, когда он продолжил занятия рок-музыкой, этого умения игры на гитаре ему до сих пор вполне хватает, чтобы создавать рифовую основу песен. И еще, полученных навыков и опыта игры в группе ему хватает, чтобы все это со знанием дела аранжировать. А еще, полученного образования и жизненного опыта ему хватает, чтобы сочинять не тупой, пошлый, матерный и злободневный акын, а приличные, осмысленные тексты. А еще, богатый опыт напряженной трудовой деятельности, начиная от слесаря до генерального директора. И богатый опыт успешного ведения бизнеса научил его делать все очень быстро, так как привил понимание, что время – это деньги. Именно поэтому, учитывая все эти факторы, он вместе со своей небольшой командой выпустил за прошлый год 82 клипа. Песен-то он написал, конечно, побольше, но клипов успел сделать только 82. Коронавирус помешал сделать больше. И поэтому он до сих пор не может понять, как его критиканы, которые именуют себя виртуозами-профессионалами, делают одну песню раз в полгода. И это в лучшем случае. А потом много лет носятся с ней, как с писанной торбой. Такая вот забавная история, малятки. Но на клипы это я, извините, немного отвлекся. Продолжаю. А когда Волощуку СД надо сыграть партию соло на гитаре или на каком-нибудь другом инструменте, которым он не владеет, то он приглашает для этого очень приличных, профессиональных, сессионных музыкантов. Поэтому, когда какой-нибудь очередной ребенок с гитарой в руках радостно кричит, что у Волощука музыка непрофессиональная, то это дитё в первую очередь оскорбляет не Волощука, он не обидчивый, а вот тех профессиональных музыкантов, которых Волощук привлекает к работе. Один из них, кстати, заслуженный артист. Но и они не шибко обидчивые, так как это взрослые люди. Они просто крутят пальцем у виска и говорят, ну что с дилетантом возьмёшь? Они же не слышат. Вот, к примеру, сейчас в аранжировке одной песни Волощуку СД понадобился саксофон. Так что, мальчики, ему теперь надо идти учиться играть на саксофоне, чтобы вас не огорчать. Чтобы вы, не дай бог, не обвинили его в том, что он не умеет играть на саксофоне. Нет, детки, он для этой цели пригласит профессионального и известного саксофониста. Потому что, в отличие от вас, Волощук СД не занимается самодеятельностью и не делает любительскую музыку с хреновым звуком и небрежной игрой. Волощук СД к любому делу, за которое взялся, подходит с профессиональным отношением. Он не для того пришёл в рок-музыку в 57 лет, чтобы вас здесь развлекать и саксофонные батлы с вами устраивать. Он пришёл поднять её на новый уровень. Теперь до вас дошло, зачем Волощук СД так много раз рассказывал вам про Оззи Осборна и Мика Джаггера. И зачем он привлекает к записям профессиональных музыкантов. А теперь я обращусь к своим подписчикам. Вы представляете, кем и чем переполнена наша рок-музыка, если люди, считающие себя виртуозными гитаристами и профессионалами, не знают, как делается профессиональная музыка и задают мне такие вопросы. Не знают, что композитору и дирижёру не обязательно владеть всеми инструментами в оркестре. Вы понимаете теперь, почему наша рок-музыка находится на обочине мирового мейнстрима? Вы догадываетесь, почему она в таком упадке и загоне? И почему её нет в телевизоре? А потому, что там вот таких виртуозов очень много расплодилось, считающих себя профессиональными музыкантами. И в этом им сильно подыгрывают некоторые радиостанции, делают из них звёзд подвального пошиба. Опять возвращаясь к критиканам. Друзья, весёлую историю про Волощука СД я закончил, но ещё не закончил вас огорчать. Хотя кого-то из вас может быть и порадою, и обнадёжу следующим своим объявлением. Подходит к концу этап студийного существования группы Волощука СД. Мы заканчиваем строительство собственной репетиционной базы. И в ближайшее время я буду набирать в коллектив музыкантов для постоянной работы и гастрольной деятельности, так как все нынешние участники группы – это либо студенты, либо школьники. В первую очередь я буду набирать гитаристов, чтобы наконец-то иметь возможность отложить гитару в сторону и держать в руках только микрофон, как это делают Оззи Осборн и Мик Джаггер. Интересно, какие мои действия тогда вы будете гневно осуждать? Что я не так микрофон в руках держу? Или будете толдычить свою любимую мантру, что я не пою, а разговариваю? Так и на эту тему я вам уже сто раз приводил примеры и Марка Нопфера из Dair Straits, и Боно из YouTube, и Тома Уэйтса, и еще могу привести десятки примеров рок-певцов и сотни рок-песен, в которых рок-вокалисты тоже мелодично говорят, а не поют. А рэперы, так те вообще в своих песнях разговаривают обычной разговорной речью. Что тогда, мальчики, вы будете критиковать? Или может, наконец-то, как взрослые люди, возьметесь не за мою, а за свою собственную работу, если считаете себя профессионалами и хотите жить достойно за счет своей музыки? Возвращаясь к набору музыкантов. Мне требуются музыканты на все позиции. Бас, клавиши, ударные и два гитариста. Так как аранжировка любой песни у меня минимум двухгитарная, помимо баса. У кого есть уши, тот это слышит. Но гитаристы мне нужны, владеющие мастерством современной скоростной игры на гитаре, прошедшая школу игры в приличных хэви-металлических командах. Невозможно сейчас идти вперед в рок-музыке, не пройдя школу такой игры, не освоив эту стилистику. Только отталкиваясь от нее, можно сделать что-то новое. Если же такого опыта нет, то просьба не беспокоить, не отнимать у меня время. Я предоставлю шанс именно тем, кто умеет так играть, но не имеет возможности самореализоваться. Под моим чутким руководством, с моим глубоким пониманием рок-музыки и чистоты стиля, с моей производительностью создания песен из одаренного, трудолюбивого молодого человека, я сделаю звездного гитариста, как Оззи Осборн из никому неизвестного, 18-летнего парня, которого услышал на улице, сделал великого Зака Уайлда. Более того, мне не важно, из какого города будут музыканты. На своей репетиционной базе мы сделали мини-гостиницу, где можно будет с комфортом проживать и не тратить время на создание бытовых условий и разъезды по городу. Если говорить о барабанщике, то предпочтение будет отдано тому, кто умеет железно держать ритм, у кого прямо в голову встроен метроном, кто чувствует стилистику каждой песни, а не колотит одинаково на все случаи жизни, и кто опять-таки владеет техникой современной хэви-металлической скоростной игры всеми конечностями. Клавишников буду рассматривать не только с опытом профессиональной игры, но и с музыкальным образованием, начиная от музучилища и выше. Мною поставлена задача создания оригинальной, современной рок-музыки международного класса, завоевания признания публики, движения в сторону телевизора, а не в сторону подвала, с революционным протестным кукишем в кармане для властей. Это не революция, мальчики, это не протест, это обыкновенная зависть к богатым, властным и успешным. Революция в рок-музыке – это то, что предлагаю и делаю я. Я объявил войну, подражательству, мату, пошлости, злободневщине, тупому акину и грязному небрежному звуку. Революцию устраивать надо прямо вокруг себя, в своей жизни, в своем дворе, в своей квартире, но в первую очередь в своей профессии. И если это будет делать каждый из нас на своем месте, то и вся наша страна перестроится в лучшую сторону. А кукиши властям показывать и призывать убивать ментов ни ума, ни воли не надо. Все музыканты мне нужны с творческим подходом к делу, но без понтов и виртуозной спеси в голове. А также понимающие, что такое производственная дисциплина. Так как я, как бывший успешный бизнесмен, очень требовательный руководитель. Халява здесь не пройдет. Бухать и развлекаться здесь не получится. У меня времени на это просто нет. Поэтому здесь придется напряженно работать и творчески подходить к созданию аранжировок. И понимать, что обсуждение аранжировок заканчивается на моем решении, которое в дальнейшем не обсуждается. Я, конечно же, сторонник демократии, но с сильной вертикалью власти. И это, на мой взгляд, никак не ограничивает возможности профессионального роста. В том числе и в теоретическом понимании стилистических особенностей рока. Напомню, мне первому удалось дать теоретическое определение рок-музыки. И точно определить ее основные критерии. Об этом я много раз рассказывал в своих блогах. Но своими рассказами вызывал только задорный детский смех у виртуозов. Поэтому больше развлекать дилетантов и рассказывать о своих открытиях я не буду. Но членов своего музыкального коллектива я, конечно же, детально ознакомлю со своими исследованиями. Более того, все музыканты обязаны будут эти критерии знать как отче наш. Иначе невозможно будет говорить на одном языке и создавать чисто стильную рок-музыку. Как это ни парадоксально, но только понимая границы стиля, только придерживаясь критериев и канонов стиля, можно развивать и себя, и стиль. Поэтому тех, кто действительно любит рок-музыку и желает примкнуть к моему революционному движению, кто владеет техникой на указанном мною уровне и чувствует в себе творческие силы и амбиции для движения к международному классу, к публике, к телевизору, то таких музыкантов я приглашаю на прослушивание и жду обращений в личку. На сегодня все. Надеюсь, мои уважаемые подписчики, что я немного развеселил вас рассказами про то, как меня вызывают на гитарные дуэли всякие доморащенные виртуозы. И надеюсь, что порадовал и самих виртуозов рассказами про свой творческий путь и свой подход к записи соло-гитарных и саксофонных партий. Ну и надеюсь, что порадовал и тех, кто чего-то хочет добиться в этой жизни, но не имеет такой возможности своим объявлением о наборе музыкантов в группу. До свидания, друзья! А это ЕС-335 Гибсон, кастом-шоп, выполненный по моему индивидуальному заказу. Во, гитара! Из жизни русской профессуры Из жизни докторов наук Истории вам без цензуры Расскажет рокер Валащук Расскажет рокер Валащук